Продлили до сентября. Правительства определились со сроками получения лицензии для маломерных судов. Профессиональный праздник. В преддверии Дня медицинского работника в Центре культуры и искусств провели торжественное собрание. 20 лет в строю. Организация жителей блокадного Ленинграда отметила свой юбилей. 19 июня Евросоюз продлит санкции против Крыма, сообщил РИА Новости европейский дипломат. Соответствующий пункт содержится в графике сегодняшней встречи министров экономики и финансов стран ЕС в списке так называемых пунктов А, которые одобряются без обсуждения, поскольку согласованы заранее. В данном случае в среду это сделали постоянные представители европейских стран, отмечает источник. По его словам, ограничительные меры останутся в силе еще на год. Европейские чиновники неоднократно заявляли санкции против Крыма и Севастополя часть так называемой политики непризнания полуострова российским. Согласно позиции Евросоюза, они будут продлеваться автоматически, пока ситуация коренным образом не изменится. А в понедельник ожидается официальное продление ограничительных мер против России. Секторальные санкции, истекающие в конце июля, Евросоюз поставил в прямую зависимость от выполнения минских договоренностей. Срок получения лицензии для маломерных судов продлили до сентября. Об этом на встрече с морскими перевозчиками заявил директор департамента городского хозяйства Олег Козурин. Стороны обговорили ряд технических и финансовых вопросов, обозначили судоходную зону для экскурсионных маломерных судов и определили размер портового взноса. Отныне каждый вход и выход из Балаклавской бухты обойдется частным предпринимателям в среднем в 50 рублей. В свою очередь перевозчики передали правительству коллективное письмо. В нем указали ряд проблем, по их мнению, ущемляющих личные права и препятствующих ведению бизнеса. Когда мы выходим из порта или заходим в порт, экскурсионные прогулочные суда, не взымается сбор с них, но взымается сбор, если они осуществляют пассажирские перевозки и грузовые. Мы говорим сейчас о пассажирском. Однако же на сегодняшний день они отказались платить этот корабельный сбор. В понедельник этой недели подписано решение о продлении перевозок маломерными судами без лицензии до 1 сентября 2015 года. После 1 сентября, но это пока предложение, которое озвучено было на правительстве Российской Федерации, упростить порядок получения лицензии. То, что вы просили. Это все озвучено, но оно на рассмотрение. Фонд защиты вкладчиков не может связаться с тысячами крымчан. Сейчас, согласно закону, начался второй этап компенсационных выплат, который 8 июня подписал президент Владимир Путин. Из-за смены украинских номеров на российские люди не получают информацию о начисленных им деньгах. Оповещение отправляется по СМС, но не доходит до адресата, сообщает ПС-служба правительства фонда. Поэтому организация просит сообщать свои номера телефонов через интернет, заполнив специальную форму на сайте фонда. Там же можно найти адреса пунктов приема заявлений или позвонить на горячую линию по бесплатному номеру 8 800 234 77 44. В Севастополе чествовали медицинских работников. Торжественное собрание, посвященное их профессиональному дню, провели на сцене Центра культуры и искусств. Поздравили собравшихся с наступающим праздником представители городских властей. Заместитель губернатора Александр Пушкарев выразил благодарность всем медработникам за их труд и вклад, который они сделали для укрепления и улучшения сферы здравоохранения в Севастополе. Особо отличившихся в отрасли наградили благодарственными письмами от правительства и законодательного собрания, а также грамотами профильного департамента. Я хочу вам пожелать, дорогие друзья, прежде всего здоровья, терпения, мужества в выполнении поставленных перед вами задач. С праздником! Кроме того, на торжественном собрании чествовали победителей в разных номинациях конкурса «Лучший медработник-2015», а завершилось мероприятие концертной программой. Напомним, в России День медицинского работника отмечается каждое третье воскресенье июня. В этот раз праздник приходится на 21 число. Представители депортированных народов озвучили свои насущные проблемы сотрудникам правительства города. В первую очередь вопросы касались социальной и коммунальной сфер. В ходе встречи стороны обсудили федеральные целевые программы по обеспечению межнационального согласия регионов и проблемы обустройства депортированных граждан. Следующую встречу назначили на 8 июля. Острые проблемы практически во всех селах сельской зоны Севастополя – это асфальтирование. Отсутствие асфальтового покрытия в осенние, зимние, весенние периоды создают очень большие проблемы. Освещение, освещение улиц. Практически во многих селениях не решена проблема газификации. Практически во всех селах местные водозаборы и вода не соответствуют российским нормам, санитарным нормам по качеству. Места компактного проживания должны получить определенное бюджетное финансирование для того, чтобы можно было решить очень много социальных вопросов. Например, это снабжение водой, это газификация сел, это снабжение электричеством, это постройка, в конце концов, дорог. Надо понимать, что строя что-то для греков или крымских татар, мы это строим, в принципе, для всех жителей села. Поэтому неважно, сколько людей живет в том или ином населенном пункте, какой они национальности. И вообще есть понимание, что любой человек какой-то национальности. Этими дорогами будут пользоваться все. Очередную стихийную свалку обнаружили общественники Севастополя, сообщает сайт Примечания. На этот раз нарушителем стало не частное лицо, а строительная фирма, которая регулярно вывозила строительный мусор на территорию недалеко от 41-й школы. По словам местных жителей, туда постоянно приезжают грузовики с отходами. Однако недовольство это не вызывает, поскольку им объяснили, таким образом строительная фирма укрепляет рыхлый грунт. Водитель грузовика, который привез в строй отходы, сказал, что выполняет поручение начальства. После чего на встречу с общественниками приехал главный инженер компании. Он заявил, выгрузка строительного мусора – его личная инициатива, а компания к этому никакого отношения не имеет. Он также пообещал в течение 3-4 дней убрать весь строительный мусор с территории. Однако, когда приехали представители управления контроля городского хозяйства и составили протокол, отказался его подписывать и уехал. За образование несанкционированной свалки нарушителям грозит штраф. Для юридического лица – до 10 тысяч рублей. Для должностного лица – до 5 тысяч. Общественной организации жителей блокадного Ленинграда исполнилось 20 лет. Появилась структура в 1995 году по инициативе тележурналистов из Санкт-Петербурга. Они обратились к севастопольским коллегам с просьбой организовать сбор всех блокадников, проживающих в городе Героя. По указанному в СМИ адресу и времени прибыли более 500 человек. Тогда-то и приняли решение о создании общественной организации. Все эти годы активисты занимались патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Свой 20-й день рождения они отметили торжественным собранием. Участие в нем приняли и городские власти. Департамент Ленинского района наградил жителей блокадного Ленинграда грамотами и благодарственными письмами от губернатора города Сергея Миняйла. 20 лет назад наше общество образовалось в городе Севастополе. Нас было 15 человек. Потом наша организация возросла до 800 человек. Сейчас в ней 230. Естественный уход или переезд. И сегодня мы отмечаем вот эту дату 20 лет назад образования общества. В Крым вновь приедут представители УЕФА. Как сообщает ТАСС, европейские спортивные чиновники приглашены на полуостров на официальную церемонию учреждения Крымской футбольной организации, рассказал ее будущий глава Юрий Витоха. Ориентировочно мероприятие пройдет 26 июня. К этой дате планируется приурочить матч за первое место всекрымского турнира, розыгрыш которого идет с апреля. Затем 16 или 23 августа дадут старт чемпионату Крыма, в котором примут участие 8 команд. Таврия-Симферополь, футбольный клуб Севастополь, Рубин-Ялта, ФК Бахчисарай, Евпатория, Кафа-Феодосия, Океан-Керчь и Титан из Армянска. И к этому часу у меня все. До встречи в эфире.